Как ты относишься к такой поговорке, к каждому ашоту по хэдшоту? К карабахскому диалекту, ашахскому диалекту. Кроме того, многие в свободном доступе в интернете тоже есть. Кроме того, они спокойно могут прийти из любых книжных магазинов Армении, покупать те книги, которые им необходимы. У них это на государственном уровне ставлено. Кроме того, в многих военных высших учреждениях, в том числе военной академии наук Азербайджана, армянский язык является основным языком, который курсанты военной академии Азербайджана обязательно должны изучать. Это один из обязательных языков. Но мы думаем, что это не в мирных целях, да, это делается? Ну, конечно, у Азербайджана и Турции в мирные никакие намерения нет и не было. Множество фактов того, что открытие того же самого Парка Победы, так сказать, где армянских детей, азербайджанских детей обучают, как убивать армян. Ведь и в Турции, и в основном, и в Азербайджане была распространена игра резни армян, где на кукулах показали, как надо убивать и резать армян. Кроме того, в учебниках, в школьных учебниках Азербайджана показывали, как топором надо убить армянских солдат. И этому обучают, начиная с детского садика, заканчивая от ваших учебных заведений. По примеру Рамила Сафарова, да? По примеру Рамила Сафарова. Да, пример Рамила Сафарова, это для них символ, так сказать, героизма. И ему посвящали множество стихотворений, песни. И его показывают как пример. И то, что должен взять пример с Рамила Сафарова, об этом и говорил лично президент Азербайджана Олеви, об этом говорил даже бывший омбудсмен по правам, так сказать, человека в Азербайджане. То есть убивать спящего человека, это героизм? Убивать спящего армянина, убивать армянских детей, это государственная политика Азербайджана. Очень прискорбно.